тему для этого видео подсказал мне подписчик моего канала я понимаю что изжога портила портит и возможно будет портить жизнь многим но для того чтобы с ней справиться изжога это дым вы должны вылечить ее причину основную поэтому бесплатным бонусом к этому видео вы получите одновременно лечение гастрита до аденита язвенной болезни грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и просмотрев это видео до конца вы узнаете о чем говорит или кричит изжога также вы узнаете простые способы лечения изжоги фактически народными средствами и буквально тем что находится у вас под руками и даже как вылечить вместе с изжогой язву гастрит до аденит грыжу пищеводного отверстия диафрагмы и улучшить качество своей жизни увеличив ее продолжительность и так о чем говорит изжога почему она возникает все очень просто не художник на схематически нарисовал верхний отдел пищеварительной системы вот здесь пищевод где собственно и появляется вот это ощущение жжения которое воспринимается как изжога и в норме чаще всего пища проходя по пищеводу никаких осложнений не вызывает никаких ощущений таких резких не вызывает дальше она попадает желудок желудке она находится определенное время переваривается и после того как она полноценно переварилась по идее повышается тонус мышцы желудка желудок напрягается при этом верхний сфинктер должен быть закрыт они же не открывается и пища уходит двенадцатиперстную кишку на дальнейшее переваривание что происходит когда у вас есть изжога ваш желудок не совсем адекватно реагирует на ту пищу которую вы в него положили нижний сфинктер при этом закрыт открывается верхний содержимое желудка идет пищевод появляется эзофагит если вы забыли про некоторые витамины проявляется эрозивный эзофагит ну если вы очень длительно скажем так не уделяли себе должного внимания может появиться и грыжа пищеводного отверстия диафраммы все эти ситуации о себе будут напоминать всякий раз когда вы не знаете как все-таки правильно питаться поэтому изжога это великолепный индикатор это мы не скажу приговор но это серьезная оценка вашей системы питания которой вы посадили свой организм и ваш организм мягко выражаясь находится на нем самых комфортных условиях а желудок как индикатор показывает вам что вы что-то делаете не так что делать как лечат изжогу ну раньше вы знаете изжогу народными средствами лечили очень просто как вы понимаете в каждой квартире в каждом доме была печь печи была зола и многие пробовали при изжоге до поедали золу зола обладает щелочными свойствами ну и гасила повышенную повышенное содержание кислоты в желудке то есть как бы убирала изжогу все было здорово но знаете ну пачкался язык я понимаю черный язык не кулинарный шедевр конечно не верх косметического искусства поэтому по большому счету ну а такого способа пытались избавиться нашли алюминий содержащие сорбенты их достаточно много в аптеках да они хорошо связывают кислоту хорошо ее нейтрализуют но вы знаете вот алюминий и один синдром они начинаются одинаково синдром альцгеймера проверили американцы исследовали оказалось что избыток алюминия в пище приводит тому что синдром альцгеймера развивается пораньше что такое синдром альцгеймера это старшкое слабоумие принципе вас изжога там сильно уже тревожить не будет какие другие проявления потому что человек в принципе ведет травянистый образ жизни он выпал из социальной активности и чем дольше вы будете просить изжогу алюминиевыми сорбентами тем быстрее попадете в эту ситуацию да я понимаю это такая легкая нирвана но извиняюсь социальная активность у вас на нуле не знаю кому то может такая жизнь нравится мне не поэтому не советую злоупотреблять этими вещами есть еще одно средство которое буквально находится у каждого на кухне это пищевая сода да так тоже раньше гасили кислотный желудочного сока и боролись с изжогой но тут возникает маленький такой нюанс до гидрокарбонат натрия попадая в пол желудка гасит кислоту и на какое-то время болевые ощущения исчезают но в процессе этой реакции образуется углекислый газ он великолепно раздражает желудок и появляется синдром рикошета кислота выделяется с новой порцией с новой силой и опять-таки начинается раздражение это конечно здорово можно было бы содой так лечиться лечить и жову так раньше и делали до тех пор пока желудок не превращался фактически вы такой мешок с отсутствующими секреторными железами переварение белков тормозилась но это великолепный поход дистрофии внутренних органов потому что белковый обмен идет достаточно интенсивно а он тут практически прекращается потому что далеко не все белки в таких условиях способны полноценно перевариться более мягкими народными средствами получались ну и тоже легко получить банальный картофельный сок великолепно до крахмал который там есть попадая в желудок натощак он способен связывать желудочный сок нейтрализовать его плюс обволакивающие действия крахмала тоже есть и на какое-то время изжога прекращалась болевые ощущения прекращались но если есть склонность коррозивному гастрододениту язвенной болезни можно готовить картофельный морковный сок вместе усиливается регенерации то есть в принципе все вроде как здорово но это все равно косметическая терапия частично с изжогой позволяют справляться лекарственные травы да там более широкий набор биологически активных веществ которые могут влиять на разные функции работы пищеварительной системы особенно верхнего отдела очень важно его правильно запустить но чаще всего там много дубильных веществ дубильные вещества фактически сфинктер этот тонизируют но они мешают выхлопу желудочного содержимого вверх но они нарушают работу слизистой они нарушают работу всей пищеварительной системы это все не так просто поэтому тоже не самый простой путь я все-таки фитотерапевт далеко не в первом поколении знаю что это такое не каждый сбор лекарственных трав может вылечить изжогу потому что вы идете на лечение изжоги причем вы выбираете изжогу вылечить за три дня или за пять дней хотя маялись от него годами а может быть десятилетиями вопрос не в том как запереть вот этот сфинктер и прекратить выхлоп содержимого желудка в пищевод вопрос как вылечить систему а достаточно сложно устроена ей нужно помогать работать а не закрывать просто глаза на то что вы неправильно делаете решать то нужно в комплексе ситуацию а не просто бороться с одной жоги как следствием этой ситуации вы знаете если вы в доме разожжете костер то безусловно можете открывать форточки одевать противогаз там включать вентиляторы но пока вы костер не погасите реального реальной помощи вы не получите а костер вот здесь воспалена слизистая желудка гастрит да не будет она адекватно реагировать на ту пищу которую вы вкладываете нужно решать одновременно эту ситуацию а может быть до дыни а может быть грыжа пищеводного отверстия диафрамы вам мешает а может быть тут где-то язва образовалась в желудке двенадцатиперстной кишки неважно где система скомпроментирована и далеко не на всякую пищу она будет реагировать адекватно поэтому нужно не реакцию вашей пищеварительной системы изменять а ее изменить ей помочь нужно чтобы она правильно работала поэтому я плавно перехожу как все-таки избавиться от изжоги а заодно вылечить гастрит додонит язву и другие заболевания ну вариантов тут несколько подход он неоднозначен и первое что вы должны изменить систему питания ну давайте вот приведу вам такой пример простой если вас сегодня возьмет разбудит начальник поздно вечером скажет бегом на работу срочная работа да вы пошли выполнили работу да конечно я понимаю ваши домашние не в восторге от такого такого графика работы вы приходите вымученный утром звонок опять нет ты что-то не доделал бегом на работу опять вы скрипя сердце уже может быть там где-то будете по и ворчать идете на работу выполнили работу пришли домой днем падаете практически без сил вам опять звонок говорят дружок срочная работа вы понимаете кризис и вы должны опять работать ну не знаю насколько долго вы сможете такой такую систему питания выдерживать такую работу выдерживать молча насколько долго вы будете молчать желудок не молчи он вам изжогой показывает дружок ты не прав это крика помощи вашего желудка и вовсе не обязательно желудку ставить кляп принимать вот те средства которые я уже обозначил нужно лечить а лечить первое в лечении это режим питания хотите вы того или нет но режим питания вы должны поддерживать точно так же как на работе у вас есть рабочий график вы работаете от сих до сих а между этими цифрами вернее после них вы восстанавливаетесь если вы все делаете правильно не вопрос и те кто ищут волшебную таблетку от изжоги или от гастрита от язвы вы немножко ошибаетесь первое что нужно режим правильного питания это частное дробное питание и в этом случае ваш желудок уже будет более адекватно реагировать потому что он готов к работе если вы питаетесь примерно в одно и то же время вашу собирал силы средства для того чтобы полноценно переварить вашу пищу отправить ее дальше по пищеварительной системе вторая позиция это выбор продуктов питания ну опять-таки пример из жизни работаете вы на своей работе все классно приходите на работу а вам кто платит то не платит платят сколько хотят сегодня вы работаете на рабочем месте с компьютером завтра вы его выключили послезавтра выключат интернет потом приходите у вас забрали стол и стул и говорят стоя работать лучше а если вы будете держать свои рабочие инструменты в руках вообще будет прекрасно работа от этого будет только выигрывать вы сможете работать таких экстремальных условиях думаю что вряд ли так вот если вы понимаете что вслед за системой питания за режимом питания зависит еще выбор продуктов питания тут уже вы находитесь ближе к лечению гастрита до аденита и всего остального что ваш желудок великолепно воспринят жидкую пищу ваш желудок великолепно воспринят теплую пищу ваш желудок спокойно воспримет умеренно вкусную пищу и все это составные части лечения гастрита до аденита язвенной болезни и если вы это понимаете все прекрасно если уже вы стремитесь вылечить гастрит бутербродами или салатиками я вас уверяю это великолепная тестирующая система для вашего желудка способен это выдерживать или нет хорошо вы вылечили свой гастрит или не очень листам остались какие-то остатки третий момент я бы сказал это эмоциональный компонент очень важно желудок очень зависим от эмоций о чем вы думаете как вы думаете зависит от того как ваш желудок воспринят пищу и переварит ее поэтому знаете для лечения гастрита до аденита язвенной болезни есть великолепное правило не берет дурного в голову а тяжелого в руки для желудка это на первом месте находится если у вас есть грыжа пищеводного диафрагма да вам параллельно нужно еще и сбросить вес как сделать это несколько видео на моем канале есть вы совершенно спокойно можете просмотреть подписчикам легче больше того все обновления не получают в первую очередь и знают какие видео появились на канале и слава богу уже более 500 есть что посмотреть и воспринять для своего здоровья если же вы понимаете что система питания важно выбор продуктов питания архиважен эмоциональный компонент уже желудок астрид все эти даты нет это психосоматика да если вы думаете о чем-то другом вы думаете заплатят вам на работе или не заплатят в это время желудок вас думает переваривать пищу или нет не переварил сократился сбросил вверх у вас изжог и вот вам результат ваших мудрствований в этом направлении конечно если вы хотите быстрее вылечить свой гастрит даты нет язвенную болезнь то конечно кроме диетологических рекомендаций вам нужны конечно и какие-то лекарственные травы но вы знаете далеко не все травы полезны для вашего здоровья многие блокируют вами жогу и оставляет ваш гастрит и язву на память поэтому если вы хотите получить рекомендации фитотерапевта в седьмом поколении контакты видите вы легко можете обратиться также как и отправить ссылочку на это видео своим друзьям знакомым уже гастрит даты нет они есть практически у всех начинали с 3-4 первый поход гастроэнтерологу и вам говорят состояние вашего желудка как правило там уже есть какие-то воспалительные процессы если вы питаетесь не хаотично как правило вас уже есть эрозидный гастро даты нет если вы питаетесь неправильно у вас не хватает средств для восстановления слизистой появляется язвенная болезнь неважно это будет язва желудка или язву двенадцатиперстной кишки это приговор вашей системе питания вашему рациону питания и вашему образу жизни который кстати очень плохо может закончиться далеко не все к сожалению задумываются над тем фактом что хронический гастрит это предраковое заболевание по раку желудка хронический дуоденит точно также а рядышком вы знаете находится еще система которая очень зависит от этого и очень жестко портит жизнь это поджелудочная это желчный пузырь это печень это вся система реагирует содружественно желудком и либо вы питаетесь правильно пищу усваиваете либо вы имеете хронический панкреатит дискинезии желудка какие-то проблемы с печенью там допустим жировой гипотозы часто на этом фоне развивается любые проблемы в начале пищеварительной системы способны испортить жизнь любому сократить жизнь любому а изжога вы знаете такая мелочь на этом фоне что вам уже будет не до нее когда возникнут более серьезные проблемы поэтому лечите изжогу оптимально когда у вас просто функциональные нарушения в области желудка когда просто где-то что-то вы не так сбросили в желудок он вам напомнил что он не готов так долго переваривать вот такую пищу и когда вы наладите эту всю систему питания вас уверяют ни изжога вас не будет беспокоить не другие проблемы в пищеварительной системе от которой зависит кстати не только пищеварение от все зависит все ваша продолжительность жизни ваши качества жизни то как вы будете жить вы будете жить и работать на работе зарабатывая деньги отдыхать либо болтаться между различными стационарами в поисках лечения гастрита до аденита язвы панкреатита гепатита потому что вы должны лечиться одним врачом а лечиться как правило в разных отделениях поэтому если вам нужно больше информации не вопрос если вы хотите получить консультацию контакты вы видите ну а я подумаю какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долголетия чтобы вы как подписчик моего канала получили эту информацию среди первых до новых встреч на моем канале